Это вам кажется, сходите к психологу. Продолжение следует... Я думаю, что они помирятся, потому что пара у них действительно очень классная, хорошие ребята. Я прям за них переживаю. Надеюсь, помириться побыше. Пишите на нашу рабочую страничку в Инзерсия Хаус и наши менеджеры вам с удовольствием помогут. На самом деле сложно только первое время, когда у тебя желудок привыкает к маленьким порциям. Сейчас я просто даже не могу есть много, мне просто не лезет. Сейчас уже иногда бывают перекусы, но в основном, когда особенно худела, нет, ела только два раза в день и всё. Ну это тяжело давно, поначалу опять-таки. Сейчас уже привыкла вообще. В принципе, даже перекусы... То есть если я... Я стараюсь посидеть... Большое за ваши добрые слова. Пусть вам вот ваш позитив возвращается. Я очень верю в энергию. Когда я читаю весь позитив про себя, я прям мысленно отправляю вам его обратно. Поэтому я равнодушна, но зато я обожаю селёдочку. Что-то солёненькое, вот такое остренькое, знаете, жирненькое, сальца. Вот это вот всё люблю. Нежно люблю. Как ты относишься к моим формам сейчас, Паша? Просто шикарная женщина. Девушка. Ребята сейчас не вместе. В ближайших эфирах на телеканале Ю смотрите. Ну, конечно, жесть, что там творилось здесь у них. И сейчас он уже с другой девушкой встречается. Ну, в общем-то, смотрите, всё в эфире. С Серёгой с Женьком в детальный центр. Тронировку мы такую хитрую будем делать. Женьк уже сделал, сейчас вам покажу. То есть тонировка, которая убирается. В офис к ребятам заехали. Пойдём, покажешь. Женьк совсем покажет. Женьк довольный, свою ласточку затонировал. И нам так же мы хотим сделать. Сейчас вам покажу, прикольную вот такую. Тонировка, она убирается, ну, то есть опускается. Тепло. Здравствуйте. С камерой хочу просто ребятам показать. А как убирается вот эта тонировка? Тонировка. Смотрите, как классно. То есть, видите, чёрная. Ну, непрозрачная вообще максимально. Тёмная. Сейчас вот нам покажут, как это убрать. Женьк доволен? Ласточку твою преобразили. Нажимаешь кнопку, нажимается там кнопочка. Два стеклоподъёмника и два стекла, получается. Ну, куженёк, давай нажимай. Посмотрим. Значит, данное управление остаётся всё со штатных кнопок. То есть, стекло как поднимается штатно, так не отпускается. И всё, стало тёмно. На видео ещё классно. Процесс, когда у вас, недавно построили гаишнуфки, есть скрытая кнопка автозамены. Она находится вверх. У-у-у-у. Если вы захотели. То есть, реально иногда летом прям надо, особо если... Стёхло. И не летом. В деле очень удобно для нас, потому что мы машину перевозить будем в Турцию. И там разрешено с тёмным стеклом ездить. В России, то есть, будем ездить в прозрачном, а в Турции будем ездить с тёмным стеклом. Вот. Теперь у нас есть и то, и то. И всё это делается одним нажатием кнопочки. А что в этом плохого? 30 лет? Ты ещё детский возраст. Вообще, я считаю, что нужно выходить замуж, если ты вообще этого хочешь. Хочешь, выходи. Проблемы. Финелизм. Ну и проблем. И папе беги в уточку дай. Ребят, помните, я вам говорила, какая у меня самая любимая колбаса? Вот эта варёная горка. Это просто бомба. Она реально не пересолёная. Знаете, прям вот самая лучшая варёная колбаса в мире, которую я только пробовала. Это вот эта горка. В общем-то, я как-то в сторис это записала. Была в супермаркете и записала. И ко мне вышли на связь производители и сказали, а попробуйте ещё наши колбаски. Ну, собственно говоря, я уже вот эту попробовала. Тоже очень вкусная. Эту я уже покупала. Она мне тоже нравится. Вот эти две я пробовала. Они бомбические. Уже тоже попробовала. Очень вкусная. А эти попозже буду пробовать. В общем, обязательно. Вот варёную просто. Лучше варёнки вы не пробовали. И в окрошку она у меня идёт. И так бутики. И дети её любят. В общем, вкуснятина. Всё. Пошла я пробовать всё. Краковскую. Краковскую даже не знаю, открывать или не открывать. Потому что если я её открою, на ночь я её всё съем. Потому что я обожаю краковскую. Всем приветики. Сегодня внезапно оказались на съёмочной площадке на Дома-2. Потому что наш коллега один не смог выйти. Наш коллега Хардоша. Наш Владусик. Приветусик. Вот. Я, кстати, рада. Потому что сегодня вечером я ещё иду в театр. Как раз я уже буду напрашивать. Что наша жизнь? Кстати, в театр очень необычный. Вообще, я сама в шоке, что такое в Москве есть. Вечером покажу вам. Это как называется? В театр твоего мужа дома? Нет. Это в театре. Там будут, в общем-то, не буду сейчас раскрывать интригу. Но он очень необычный. Как видите, если есть... У меня ательер-салон. Сейчас будет небольшой. Небольшая распаковочка. Такое шикарное платье. Штется по меркам. Возможно, не по меркам. Потому что есть готовые варианты. Я уже готова себе подобрала. Сейчас покажу вам, какое платье. Это у меня красивое. И посмотрите, какая красота. Мне очень нравится. Обязательно сохраняйте их страничку. Потому что у них уникальные модели платьев. Они сами их шьют. Заходите, смотрите. На многие мероприятия заказывал платье именно у них. И всегда оказывается, что это одно из самых нарядных и красивых. Там есть и на свадьбы, и на праздники. И вообще на все-все-все. Заходите, смотрите. Обязательно сохраняйте контакт. Смотрите, какой красивый. Сегодня чисто случайно family look с Надюхой у нас. Смотрите-ка. Все розовеньком. Кроме мальчишек. Ты подготовился. Не справишься. Артемчик? Артемчик? Что ты там делаешь? Русенький. Ну что, мы сегодня собрались в театре на необычный спектакль. Я не знаю, можно ли там будет снимать или нет, но если можно, то я вам обязательно поснимаю, потому что там будет феерическое действие. Интрига. Интрига. Интриган. Интриган. Тарвикаевый. На нас садили маски. Такая атмосфера здесь. Кайфовая. noise. Ну-ка-погнали! Ра-ра-ра-ра-ра. Кстати, платье с новым магазинчиком. Подавайте, а не знаете? Друзья, теперь красный прихожу. Друзья, давайте. Все красиво! Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот такая вот курточка-пальто. Вообще-то уже офигенно смотрится. В общем, не знаю, что выбрать. Я в растерянности. Заходите, кстати, к ним на страничку и посмотрите, какой большой выбор. Верхний такой стильный одежда. Продолжение следует... На улице нереальное ожирение. Вообще классная погодка. Еду в магазин, потому что только я выставила предыдущую сторку, как мне девчонки из магазина сразу написали, что Дарья, мы вас ждем. Срочно-срочно. В общем-то, с детками немножко погуляли. И на работу. У меня возникла идея. Колюш я еду в магазин к себе, может быть, мне какой-нибудь розыгрыш устроить, подавить кому-то что-то из моего магазинчика. Устраиваемся сегодня розыгрыш, да? Я уже уношу румчики, примеряю костюмы. Вот такие классические костюмчики. У нас разные вариации есть. Я одела сейчас скедами, классно смотрится. Можно и с каблучками носить. Пиджачок. Его можно нараспашку одевать, стопами. Также носить по отдельности. Очень классный такой весенний образ. Вообще огонь. И, конечно же, цвет такой вообще бомбический. Вот такой просто шикарный костюм. Специально взяла в руки сумочку, для того, чтобы показать, как это смотрится в обычной жизни, если ты уже полностью готов. Я одела скедами, можно носить с каблучками. Здесь, конечно, нужно пододеть какой-то топ. Брючки на резинке сзади, что очень удобно, подойдет на любую талию. Можно носить брючки и пиджак совершенно отдельно. Просто брючки можно с пиджачком. А пиджак можно и с джинсами, и с чем угодно, и с платьем. Цвет сейчас актуальный очень. Такой нежный, нежный, пудровый. Очень классно смотрится. Только посмотрите на этот нереальный костюм. Очень интересный у него такой светло-таракотовый цвет с отливом. Качество просто бомбическое. Можно носить с ботиночками, с туфельками, с кедиками, со всем чем угодно. Здесь такие прямые брюки и прямой пиджак. Немножко оверсайз. Смотрится очень стильно. Плечи, кстати, не увеличивает. То есть оверсайз просто прямой. Не тот, который увеличивает именно верхнюю часть тела. Смотрится очень круто, очень стильно. Ну и, конечно же, у нас, как всегда, много спортивных костюмов. Несколько сейчас вам покажу. Основное все буду скидывать на рабочую страничку. Вот этот хочу вам показать. Сейчас посмотрите. Это костюмчик-троечка. Здесь еще майка на бретельках идет. Очень классно, благородно смотрится. Прям такой спортшик. И такой бомбер сверху. Все огонь. Цвет еще такой приятный. Огромное количество, повторюсь, спортивных костюмов классных. Сейчас на мне вот такое вот. Это трехниточка с нашей же косухой. Прошлую партию этих косух у нас просто размели. Мы заказали их вновь. Классно смотрится. Материца очень стильная. Также есть косуха в черном цвете с нашим же тоже костюмчиком на флисе. Очень классно сочетается. В общем, заходите на рабочую страничку и смотрите образы. С кем я здесь встретилась? Боже, это такой сладенький пирожочек. По-моему, моя девочка. Все. Короче, я сейчас впервые буду пробовать эту. А эту, это свиные ушки. Ленечка сказала, что это вкусно. Ну, это же ушки. Блин. Они вкусные? Можно я попробую? Ну, конечно. Купец. Блин, мне страшно. Реально, мне кажется, еда вот эта, мне кажется, я не знаю. Как-то кузнечка съесть. Мне интересно. Реально вкусно. Вообще. Как сало. Простите, у меня слюные ушки, но вы вкусные, кстати. Погадались. Я сейчас покажу вам квартиру, которую Ленчик сейчас будет сдавать. Кстати, кому нужна квартира, ищет ее в Москве, в пределах Мукат, улица Никулинская. Сейчас мы вам покажем. Квартира новая, с ремонтом, в идеальном состоянии, потому что там еще никто не жил. Сейчас вам покажем. И нам тут помогают эти лапки маленькие, помощники. Я нахожусь в квартире, сняла видео. Если вам интересно будет аренда, получается, евро-двушка, тогда пишите Лене, и она вам скинет видео. Полный обзор. В квартире еще никто не жил. Новая. И так он умеет, и так он умеет. Ты что у нас тут, пианист? Нашел свою гитару с детской. В детстве в нее играл, вспомнил. Молодость. Ты молодость вспомнил, да, Давидойсина? А он, кстати, молод где. И этот, Давидосик. А это Артемосик. А ты не мамой? Прям молодость вспомнил, увлекся парень. Я не очень-то любила, кстати, эту гитару, потому что он по ней хлопал по всем кнопкам подряд. Ого, ничего себе. Субтитры сделал DimaTorzok. Я безумно боюсь насекомых, особенно тараканов. Вот я не могу объяснить, то есть понятно, что они безвредные. Андатру я не боюсь. Он здесь в озере живет, андатру. Ну так скажите, что это андатру. Ой, какой крутой. У нас дети любят не сказки, а у нас перед сном ритуал загадку загадывают. Ну то есть про них же. А у этого мальчика, там допустим, и какие-то наши вещи, когда они угадывают. Ой, а вот этой девочке. Такой олень в поселке живет. Красавец. А еще у меня вот этого красавчика. Здесь живет эта лама, которая все время пытается плюнуть на Артемчика. И Артемчик отходит подольше. Темик, она, по-моему, опять на тебя целится. Да что ты живешь? Да, что ты живешь? Вот видимо ты с ней так разговариваешь, вот она и целится. О, олень вообще добродушная, добродушка. Да, дочитала. Мне, если честно, не зашла. Но может быть я ожидала просто большего, потому что все начали говорить про супер какой-то необычный финал. Я ожидала какой-то супер необычный финал и начинала обдумывать, что же будет такого необычного. Я догадалась прям быстро. Жешь с братом? Да. Очень любишь его. И вот все у меня. Часы. Ой, и часы. Там я 8-10. Так что ее можно ботинами. Быстрее, чтобы дети-техни-техни-техни. Все, затрактил. Я решила чуть позагорать. Будет вечер. Продолжение следует... 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 Алёнушка, чтобы вы понимали, мать четверых девочек. Посмотрите, какой она форме. Да, и вот она думает себе вот такой конский хвостик нарастить. И вот у неё коре. Как лучше, Алёне? С такими вот шикарными волосами или с корешечкой? Ну, кстати, ей так-то... ...поют меня как курочку. Сейчас, кстати, чуть попозже покажу вам свою длину волос, какая у меня на данный момент настоящая. Он прям чувствует себя курочкой, знаете, такой, который... Эть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть. Вот и моя длина, сейчас вам покажу. Ну, такой себе. С такой ходить не могу пока. В общем-то, со своей длиной волос я себя всегда чувствую девушкой из 60-х. Ну, то есть, хочется как-то длинее. Вот так вот. Пока так. Через пару. Мне помыли голову. Пока у меня всё-таки на. Мне, конечно, этого мало, но не хватает. Хочу подлиннее волосы. Добрым словом, поздравляю вас с днём рождения. Люблю вас, целую. Ваш благодарный клиент. В общем, я вас обожаю. Вы очень хороший человек. И вы просто человек с золотыми руками. С днём рождения вас, Екатерина Сергеевна. Ну, вот я и готова. Смотрите, какая красота. Девчонки максимально быстро делают наращивание. Буквально-таки 2,5 часа. Не сняли волосы, перекапсулировали и вновь их одели. Вообще, я считаю, что это самое быстрое время. Просто максимально. Вообще супер, очень довольна. Так что обращайтесь за наращиванием в эту студию. Сейчас покажу вам, как выглядят капсулки. В общем-то, видите, их если так вот открыть, вообще не видно. Вот их вообще не видно. Вот это вот капсулки. Ещё сегодня обещают ураган, а мне надо ехать в центр. В общем-то, если будет ураган, снимаю ураган. Если меня не унесёт саму... Блин, как я люблю длинные волосы. Вот мне многие пишут, что зачем тебе длинные волосы. Но я не могу объяснить. Я кайфую. Это прям мой личный хейтиш. Всё, погнала по делам. Между прочим... ...городность урагана имеется. Посмотрите, какой ветер. Вообще... Так вот, это мой первый сегодня приём пищи с крижечкой. Единственное, что я в салоне съела нечаянную конфетку. Ну ладно, забудем о ней. Приятного у меня аппетита. Показал вам до этого в тикток видео. Сейчас покажу вам в реальности. Разные костюмчики. У нас их огромное количество в магазине. Вот такой вот мягкий. С плотной резиночкой. Вообще, заходите в инстаграм магазина и в сторисах смотрите обновления. У нас идут каждый день. Классный костюм с белой кофточкой на контрасте. Вообще, огонь. Ну и, конечно же, у нас есть джинсы разные классные. Вот, посмотрите, какой классный двойной ремень. И, конечно же, кардиганы. Посмотрите, какая милота. Он будет, кстати, классно смотреться еще и с классикой. Разные расцветки имеются. Мне очень нравится. Также есть вот такие базовые в белом и сером цвете. Тоже очень классно смотрятся. Можно носить с рубашками, с классикой, под водолазочки. Просто необходимая вещь. Здесь такая косичка классическая. Даже на платье можно такие одевать. Очень классно смотрятся. Ну и наши костюмчики бестселлера топ. Вот на таких интересных бретелях. Он длинненый. Можно его заправить. Брючки на высокой посадке. С кармашками. И сверху бомбер. Классно смотрятся. Можно также носить все по отдельности. Ну что, себя обижать нельзя. Поэтому у меня такой увесистый пакетик с набьем. А сейчас пойду вам покажу погоду. Потому что там реально что-то прям все стемнело. Я слышу дождь. Вот видите. Кристина, между прочим, тоже тут. С увесистым. Пойдемте покажем вам погодку. На самом деле все не так страшно. Я-то ожидала. Мы сейчас выйдем. И здесь вообще будет ужас-ужас. В общем, люди куда-то так под дождем танцуют. Как футят, между прочим. Я не сучу. Молодцы, девчонки. Вон. Ать. 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 А мы под зонтиком. Мы старый клячев. Все. Вот так мы уже не можем. Ать-ать-ать-а. Чавку просто мне сегодня дала себе разгрузочный день. Я сказала, котлетки по-феевски. Вазу. Что-то есть? А у Сереги супер разгрузка. Но вот это я не готова. То есть у меня еще кофеечек, конечно же. Американ. Мой любимый. Кстати, есть кофе, пьет только американо. Только беса. Да, вот этот еще я полюбила. Такая смесь. Очень вкусное сочетание. Вкусняшка. В общем-то, у меня вообще все вкусняшка. Сегодня разгрузочный день. Сегодня будет много. Я буду снимать все, что ем. Вот уже превращаюсь в человека из моря. Ой. Сейчас у меня в виде будет все. Все. Сейчас еще. А, еще не все. Лепо так. Кстати, зацените вот эту палетку. Сейчас вам покажу. Реально она вообще крутая просто. Очень нравится. Блин, сейчас покажу. Вообще огонь. Очень хорошо наносится. Между прочим. В общем, дома сломался отпариватель. И это видно. Вся одежда. Реально стало мне нечего носить. Потому что нечем гладить, собственно говоря. Муж, ты когда отпариватель мне купишь? А сегодня доставка сезон будет. Что? Доставка сегодня, говорю. Доставка, говорю, сегодня. А пока она уже намятая. Полянушка. Вечно прекрасная. Вечно зеленая. Так, вот где-то поляна моими глазами. Кран. Кстати, у нас столько много новеньких участников. Большое обновление. Такой приветик. Вот Санек. Да, у него брат-близнец. В общем, вот так вот. У них операторы. Вот видите виноград. Виноград вообще я стараюсь никогда не есть. Потому что виноград это... Ну вообще, ничего хорошего в нем нет. То есть... Но его зачем-то поставили. Я уже вторую виноградинку ем. Я уже говорила, сегодня у меня будет зажор. Вообще из этого всего самое полезное это зеленое яблочко. Киви. Нектарин я просто люблю. В общем, может я что-то не знаю, но не подсказывайте. А я тут папочка. А я здесь мамочка. Сейчас буду рассказывать про свои любимые ароматы. Я знаю, что вы любите, когда я про них рассказываю. Потому что... Ну это действительно. И мне всегда интересно, какие люди любят ароматы. Ну вот, конечно же, 24к. Кто меня давно подписан, знает, что я просто фанат этого аромата. Вот у меня опять новая баночка. Заказала, как всегда, в трех парфюмерах.ру. Я заказываю все ароматы только у них. Сейчас покажу вам два аромата. Расскажу о них подробно. Во-первых, начну с 24к. Вот я его когда наношу на себя. То есть сначала, конечно, вот этот яркий, прям царский такой, знаете, аромат. Но буквально через час я его на себе не чувствую. Мне в течение дня говорят кучу комплиментов даже. Что? Как от тебя вкусно пахнет. И, ну, то есть я понимаю, что его слышат все в течение всего дня. Я вот буквально один раз нанесла. Он очень такой, знаете, долгоиграющий. Но без... ...чем рассказать о следующем аромате вот в этой розовенькой упаковочке. О нем я хочу отдельно поговорить. Я вам хочу показать страничку 3parfumera.ru. Я их обожаю уже много лет. Я заказываю только у них все ароматы. У них есть и распивы. Это очень, кстати, удобно. Если вы хотите попробовать аромат, взять на пробу. И у них только оригиналы, исключительно. И, конечно, огромный выбор. А еще я вообще зависаю на экстрирках. Я сразу, конечно, все хочу заказать. Но иногда я просто заказываю себе распив. То есть я заказываю себе маленький такой флакончик мне привозят. А потом, если я понимаю, что это вообще бомбяо, я заказываю большой размер. В принципе, 24К я заказываю постоянно, потому что он у меня просто быстро заканчивает. Но сейчас расскажу о втором аромате. Иду к этому аромату. Это моя новиночка. Делина. Ну, конечно же, заказала тоже у трех парфюмеров.ru. Заказываю все ароматы только у них. Но это просто бомбически. Мало того, что он красиво выглядит, но это безумно женственный аромат. Знаете, как будто бы охапка рос с таким каким-то немножко цитрусовым акцентом, экзотическим, просто невероятный. Сейчас я на себя тоже нанесу, но это очень женственный аромат. Вот если вы хотите быть женственной, неважно, в чем вы будете одеты, но с этим ароматом вы будете максимально женственная и притягательная. Ну, в общем-то, эти два аромата не нужно смешивать. Они абсолютно самостоятельные. Ой, здесь несут отпариватель. Спасибо. Привезли, да? Доставочка? Спасибо. В общем, простите. Отпали. У меня теперь есть. В общем-то, про аромат. Ну, это просто сексуальные, женственные. Просто можно в кедах, в футболке нанести. Их не нужно смешивать, они абсолютно самостоятельные. Их нужно наносить по отдельности. Но они, вот, просто, ну, не знаю, я влюблена. Я прям, боже, классно. В общем, я обожаю просто вкусные ароматы. И заказываю всегда всю парфюмерию только у трех парфюмеров.ру. Они лучше, у них только оригиналы. Доставка на следующий или в этот же день. Это важно, потому что, знаете, иногда настроение какое-то там, не знаю, или в подарок. Вот так и не договорила. Доставка по всей России, и она очень быстрая. Поэтому рекомендую этот магазин, потому что я их обожаю. Они еще всегда подарочки дают, а это тоже приятно. В общем-то, заказывайте у ребят. И, блин, рекомендую вам попробовать вот эти два аромата. Бомбео. Субтитры сделал DimaTorzok